Ну окей, значит, я на некотором распутье, с одной стороны, я обещал вам рассказать про ЭТОР ТУЛС, с другой стороны, если пятна на Луне сложатся в правильную конфигурацию, мы продолжим в следующем семестре, и разговор про модули, про модуль, да, и как им пользоваться, это, конечно, разговор для следующего семестра. Вот, а с другой стороны, у меня залипла непрочтенная лекция про файлы, и мне кажется, это будет... Это я просто оправдываюсь, почему я сегодня не хочу разговаривать про ЭТОР ТУЛС, я даже подготовил немножко лекцию про ЭТОР ТУЛС, но потом подумал, что я не прав. Вот, у нас залип разговор про файлы, и это очень-очень неправильно, потому что, потому что, когда речь заходит о файлах, вот сейчас мы здесь найдем лекцию про файлы, вот, значит, нет, здесь плохая лекция про файлы. Давайте поищем так. Вот, короче говоря, когда заходит разговор про файлы в ПИТОНЕ, Многих ожидают неприятные сюрпризы, вот, но они неприятные исключительно потому, что они к ним не готовы. Они неприятные исключительно потому, что они сюрпризы. Вот, на самом деле ничего сложного с файлами в ПИТОНЕ нету, даже в определенной степени это красиво. Вот, просто, ладно, тогда так прочту, просто надо понимать несколько особенностей работы с файлами. И, понимая их, наверное, вот эти самые сюрпризы перестают быть сюрпризами для человека, и, наверное, там, наоборот, становится понятно, как с этим работать. Ну, давайте прямо начнем с... Кнопочка, что я, наверное, забыл, как-то я забыл записать, да? Так, у нас нынче ПИТОНЕ. Да, это ПИТОН. Ну, так вот, я решил прочесть лекцию, поговорить про файлы, потому что файлы в ПИТОНЕ достаточно специфичная тема, вот, и если быть к ней не готовым, она может показаться слегка пугающей, вот. А если быть готовым, то ничего. Вот, тогда мы это закроем, а это откроем. Ой, нет, откроем, я сказал. На самом деле, знакомство на уровне средней школы с файлами в ПИТОНЕ, это очень плавная и не страшная штука, потому что выглядит это примерно так. Так, вы говорите, if равняется open, open просто, open, ну, какой-нибудь файл, и он открывается. Вы говорите, if.read, и оттуда читается содержимое этого файла. Ну, давайте мы какой-нибудь, не знаю, вот, создадим вот такой файл, да? типа s равняется f.read. Вот вам, пожалуйста, содержимое этого файла приехало в объект строкового типа. Все. Причем, это, как видите, многострочная строка, вы можете сказать print s, s, вот, да, вы можете сказать s.spit, допустим, по этим самым, по переводам строки, вот вам она разбита на список. Короче говоря, взяли тисфайл и прочли, все. Хотите записать файл? Окей, давайте запишем файл. f равняется, да, еще надо его закрыть. f равняется open, ну, допустим, o на запись. А, это директория, хорошо, o, o. Вот, ну, o можно. Вот, f.writ, write, write, ну, не знаю, там, kvq. Видите, он говорит, записал 5. Чего-то. Давайте еще по-русски запишем туда что-нибудь. Тоже, говорит, 5 чего-то записал. 5 букв. Вот. Давайте ради интереса туда запишем еще перевод строки. вот, потому что иначе он, его там не будет. Мы сейчас увидим, что квиквей и жужа у нас склеятся в одну. Ну, и закроем его. Все, казалось бы, проще, как... Проще просто некуда, да. Все, вот мы записали файл, давайте его посмотрим. Все, как я и обещал. То есть, если не заглядывать ни под какой капот, а просто ехать, да, то на этом, в общем, лекцию про файлы можно было и закончить. Нет, ну, мы еще можем всякими методами... Ну, давайте, давайте не будем заканчивать, потому что... Допустим, вот отсюда же, да, у нас вообще-то... Вообще-то у файла есть несколько разных этих... А, кстати, помните, я говорил, что файл может являться контекстом, контекст-менеджером? Помните оператор with с прошлой лекции? Вот файл может являться такой штукой, потому что он потом закроется. У него есть... У него есть... Энтер. И... Что там? И экзит. То есть он является контекст-менеджером. Зачем это нужно? Затем, чтобы можно было писать код, открыть файл, поделать что-то с ним, и не закрывать его специально, а поставить это закрытие вот сюда, вот в экзит. При этом, если файл, например, откроется, но в процессе того, что вы с ним делали, возникнет ошибка, то даже если ошибка возникнет, даже если программа ваша свалится, то все равно файл закроется. Помните, как работает контекст-менеджер? Он вообще всегда выполняет экзит-клаузу. Вот. Поэтому это довольно удобно. И мы можем написать with, допустим, давайте вот так сделаем, действительно. With. With я сказал. Open от O. От O маленькая. S. Допустим, F. Ну, F.Riv, допустим, да. Вот. Мало того, что все произошло как надо, у нас еще F, теперь закрытый файл. Вот. True. То есть его за нас закрыли, когда мы вышли из этого вид. Потому что файл является контекст-менеджером. Ну, так вот. Обратите внимание, что у файлов, в общем, довольно много разных всяких разных всяких методов, не только read. Вот. Ну, например, да, если уж на то пошло. Если уж на то пошло. Вот мы открыли файл. Мы можем прочесть одну строчку. Из него. Обратите внимание, что когда мы читаем строчку из файла, перевод строки, которая в этой строчке в конце читается, вместе с ней он никуда не девается, не стрипается, ничего. Понятно, зачем это нужно. Чтобы прочесть ровно то, что в файле лежит, вместе с этим переводом строки. Ну, вот этот readline можно делать много раз. И обратите внимание, что когда файл заканчивается, никакого исключения, никакого EOF, просто возвращается пустая строка. Если пустая строка вернулась, это значит, что readline уперся в конец файла. Потому что, если бы там был не конец файла, хотя бы перевод строки нам приехал. Так что вот. Read, как вы могли заметить, читает все сразу, прямо целиком файл в памяти. Чего еще тут есть? Из такого интересного. Да ничего особенного. Ну, может быть, может быть, как, как... Ну, понятно, в writeline нам не нужен, да? Writeline то же самое, что write. Мы только что это видели. Просто пишем write туда и все. Вот. Ну, может быть, имеет смысл сказать, что у операции read есть второй параметр, это... Количество... Вот, чего количество, я пока умолчу. Количество чтений. Количество символов. Вот, он же строку читает, да? Строка у нас стоит из символов. Так вот, количество символов, которые вы хотите прочесть. Вот, size. То есть, вы можете из нашего файла, я могу из нашего файла прочитать, ну, скажем, первые, там, 15... Первые 15... Первые 15 символов. Вот. Если кто не помнит, само понятие файла к нам пришло из далеких 70-х. Вот. Прошлого столетия. Когда, собственно, файлом считалась область данных, которая хранится на некотором носителе, предположительно, перфоленте или магнитной ленте. Поэтому файл, это поток, он представляется, как такая лента. У него есть начало, потом мы читаем, 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 он заканчивается. Чтобы переместиться куда-то на середину этого файла, надо его перемотать, как ленточку. Вот. Вот мы сейчас, допустим, находимся на 22-й позиции этой ленточки. Для того, чтобы переместиться на... Ну, смотрите, давайте еще раз прочитаем. А сейчас на 43-й позиции этой ленточки. Вот. Для того, чтобы переместиться на начало, нам надо сказать, f.sig. Вот я только не помню, сразу 0. Да. И сейчас мы поскажем f-read, и нам опять порастет начало. Видите? Вот. Это, значит, tell и sig, это перемещение по... Ну, tell – это рассказ о позиции. Какую... Вот если, допустим, это магнитофонная лента и головка, над каким местом файла эта головка находится, sig – это, значит, возможность перемотать туда-сюда. Если вы почитаете, sig еще может быть относительный, то вы можете эту головку переставлять относительно текущего положения вперед и назад или относительно конца файла. Это не так важно. Вот. А еще файл на самом деле является последовательностью. Вы можете написать так. Давайте этот закроем. For s in open o. print s. Упс. Что такое? Значит, последовательностью чего является файл? Строк. Почему у меня в такую разрядку эти строки вывелись? Да, значит, поскольку print переводит, перевод строки выводит в конце, и в каждом s тоже содержится перевод строки, вот этот вот, видите? Где он тут? Когда мы readline сказали. Вот. Соответственно, два перевода строки выводятся одновременно. Все правильно говорить. Вот. Ну, хорошо. Значит, еще одна попытка завершить лекцию про файлы. Можно? Да. А в чем fdl здесь превращается? Вот. И вот здесь начинается... Спасибо. Я ждал этого вопроса. В zin получается нам тоже надо как-то странно. Нет. На самом деле все очень логично, но вы абсолютно правы. Вот тот, кто внимательно смотрел за моими манипуляциями, мог заметить, что когда я сказал f. read 15, тыл сказал мне 22. Когда я сказал еще 15, тыл сказал 43. Ага. Короче. Заглядывая под капот, мы немедленно видим, что файлы, с которыми питон работает по умолчанию, текстовые. Текстовый файл, как известно, обладает двумя свойствами. Он, во-первых, находится на том носителе, откуда вы читаете, в какой-то кодировке. Какой-то. И было бы очень неплохо при чтении его преобразовать в тот юникод, который использует питон. Питон не умеет хранить данные в каком-то виде, иначе, как в юникоде или просто в виде байтов. Это первое. И второе. Поскольку в файле содержимое хранится в какой-то там кодировке, не всегда понятно, что такое один символ. И какого он размера. Например, самый популярный из всех на сегодняшний день кодировок у TF8 символ может быть размером 1 байт, а может быть 2. А в TF16 то и 4. Вот. То есть, на самом деле, вот все, что мы сейчас видим, это достаточно непростая, достаточно непростая работа, потому что... Так, нет. Какой там мы хотели? О, да? Вот смотрите. Хотя вот кве-кве тоже нормально. Вот это Q, 1 байт. Это W, 1 байт. Это E. Ку-в-е-е. Вот это русская буква Е до 0,95. Вот это русская буква Ж до 0,96. Нетрудно догадаться, она следующая по алфавиту. Это русская буква У. Это русская буква Ж. И это русская буква А. А это перевод строки. А дальше еще наш ку-ку и перевод строки еще. Обратите внимание, что латинские буквы в кодировке, в которой этот файл записан, занимают 1 байт, а русские буквы 2. Такая вот кодировка у файлов в этой операционной системе под названием Linux. UTF-8. Ну, конкретно локалью RU-RU, а кодировка UTF-8. Если вы считаете, что это сложно, вспомните, что в Windows используются одновременно 4 разных кодировки на русском языке. 4. UTF-8 используется, CP-866 используется, Win1251 используется и внутренний Windowsовый Unicode используется. Двух, по-моему, байт. Вот. В Linux до такого не доходили. Но тем не менее. А в Macintosh еще как-то. Вот. Поскольку Python претендует на звание кроссплатформенной системы, ему надо с этим как-то справляться. Вот. Так что вернемся к нашим баранам. Откроем наш файл. Где он тут? Open. И посмотрим. Во. Откуда он это знает? От операционной системы он это знает. Python знает, в каком формате лежат ваши данные, не потому, что он проверил их и определил кодировку. никакой магии. А потому, что он посмотрел ровно вот сюда. Я думаю, вот сюда он посмотрел. Или сюда, в Lang. Ну, скорее всего, сюда. Lang это все-таки на каком языке сообщение выводится. Вот. И это значит, что при чтении с текстового файла он будет брать данные сообразно кодировки, в которые он считает, что там лежит, и перекодировать единый код. Вот. Это, кстати, довольно легко проверить. Давайте попробуем прочесть оттуда S равняется f read. Вот. Что там у нас было? Мы что, от какой файла открыли? O. Значит, у нас тут 20-20, 20-20, а дальше D0.94. Теперь давайте посмотрим от, от, что там, S нулевое. Да, это 20. Ну, 20, поверьте мне. Да? Первое 20, третье, второе 20, третье тоже 20, а вот четвертое, третье я сказал, а вот четвертое, это, собственно, буква G, буква E. И, как видите, это не D0.94. Это другой, значит, это перекодированные в Unicode, который, в тот, в тот, в тот, извод Unicode, который внутри себя использует питон, перекодированные русская буква, русская буква E. Да? В Unicode, в смысле, в ETF, она была D0.94, в питомском Unicode, она 414. Вот. Такие дела. Значит, в связи с этим возможны неприятности. Например, сейчас попробуем что-нибудь придумать. Сейчас попробуем что-нибудь придумать. А у меня, наверное, нету правильного... Ладно, не будем, не будем сейчас думать, мы сейчас чуть позже. К этим неприятностям мы вернемся чуть позже. Значит, если бы на свете существовала только одна кодировка, это F8, а, 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 и только один формат Unicode, который использует внутри себя питон, проблем бы не было. Проблемы начинаются тогда, когда выясняется, что кодировок на свете довольно много. Я уже привел примеры Windows, где есть две однобайтных кодировки, одна из DOS, еще другая из Windows, одна кодировка от F8 используется, и еще Windows-овая кодировка, которая настоящая от F такой полновесной, в котором даже латинские буквы двухбайтовые. Вот. Но на самом деле одних русских кодировок какое-то несметное количество. не помню, существует Эм, в этом Agr hint going от Maricode в этом twelveblendor Теперь нужно 性ким, это эм, именно латинские De Square. , для этих repairing, в том числе, в том числе, который найти воду. Не помню Может это не сюда Может вот так Вот В принципе В принципе Для работы с локалью есть отдельный модуль Который называется локали Но он нам выдаст все то же самое Локальруру Кодировка ут 8 Я раньше Приводил пример с бонапней Но поскольку бонапня стала не актуальна В современности Потому что все таки ут 8 всех побеждает Не знаю имеет ли смысл туда заходить Вот Скажу только что Скажу только что Кто-нибудь из здесь присутствующих знает что такое бонапня А я говорил У нас был разговор про кодировки Что серьезно? Шикарно Отлично Значит мы это пропускаем Окей Но в свою очередь это означает Слушайте а разговор про файл у нас тоже был? Не пугайте меня Вот Значит в свою очередь это означает Что Конечно питон адаптируется к тому моменту К тому какая кодировка в файле Но может быть мы и хотим не это Окей Давайте попробуем прочесть из этого файла Не перекодированные символы А что? Ну видимо байты Ну потому что что еще можно прочесть Если мы не собираемся интерпретировать содержимое файла как текст Для этого на самом деле достаточно А мы закрыли его Для этого на самом деле достаточно сказать Достаточно сказать Нашему питону Чтобы он открыл файл на чтение как текстовый R Это открытие файла на чтение Можно не указывать Если вы читаете Не текстовый, а бинарный, извините Ну короче Короче Вот такая операция Абсолютно аналогично вот такой Ну кстати давайте посмотрим Вот или вот F Вот RT значит Read и как текстовый формат Значит здесь По умолчанию на чтение И по умолчанию формат текстовый Если мы хотим читать из файла байты Мы говорим, что формат байтовый Байнари О Видите Вообще по-другому говорит Здесь у нас текст в раппе А здесь буфер в раппе Что будет, если мы оттуда почтем F.RI Узнаете календарь на русском языке? А я узнаю Смотрите D094 Да? D094 Дальше будет D0B5 D0B5 Короче говоря Этот файл Прочелся как Помните такую штуку? Называется ByteString ByteRay, пардон Не, bytes Называется она bytes, извините Сейчас f.sig Отмотаем в назад И прочтем S равняется f.read Type at s Он называется bytes Точно Вот Кстати И вот теперь у нас S нулевое просто 20 Ну в смысле 32 S там 3 32 А s четвертое Будет то самое D0 Да? То есть 1 байт Соответственно S5 будет Соответственно Сколько там 94 Ну и так дальше Вот Таким образом Мы читаем из файла Byte И можем с этим Byte Что хотим делать Вот Точно так же записывать По-байт Надо Ну в общем Хранить информацию В двоичном виде Вот При этом Такой файл Обладает всеми Свойственными Обычного файла В нем есть все Те же самые Те же самые операции Правда Вот что такое Read 1 Я не знаю Давайте посмотрим А это Read L Нет Это не L Это 1 Интересно Сейчас посмотрим Неочевидная Какая-то штука А Идея состоит в том Что У него Он должен обязательно Обязательно Прочесть этот самый Read Совершить этот Read Давайте попробуем F.read 1 А Все Пустой Интересно Не знаю Тогда в чем дело Надо будет посмотреть Чем отличается От обычного Read Мультиплида А Мультиплируется Понятно Значит Это связано Забудьте Это связано С тем Сколько Сколько реальных Операций чтения Будет проделывать Ваша операционная система При работе с этим файлом Неинтересно Извините Ну вот Значит Бог бы с ним Я хотел сказать Что этот файл Бинарный файл Поддерживает Те же самые операции Что и обычный Вот Что Те же самые Readlines Те же самые Readlines Является Является Последовательностью Вот Ну в общем Вот Давайте подумаем Что еще можно с файлами сделать Да вроде бы больше ничего Хорошо Значит Таким образом Мы поговорили о том Как Мы поговорили о том Как Хранить в файлах тексты Поговорили о том Как хранить в файлах Какие-то бинарные байтики На этом бы разговор О том Как в питоне Работать с файлом Можно было бы закончить Но Опять-таки Встают интересные вопросы Если я хочу записать В файл Некий питоновский объект Не являющийся строкой Что произойдет Давайте попробуем Что это было Вот открыли файл на запись Ну допустим Ну не знаю Список Не Ток строка То есть Если мы хотим Записывать в файл Записывать объект В файл Строковый Мы должны его просто Преобразовать Скажем вот так А кто будет потом Обратно преобразовать А кто его знает Окей Может быть мы так не хотим Давайте откроем его Как байтовый Может быть можно В байтовый записать Нет тоже нельзя Черт А что делать А прежде чем отвечать На вопрос Что делать Надо сначала Самому себе Задать вопрос А что мы собственно Хотим Есть один Один из двух вариантов Мы можем хотеть Записать в наш файл Просто последовательность Каких-то байтов Из которых состоит Наш объект Неизвестно зачем Потому что мы Имея дело С языком Высокого уровня Скорее всего Скорее всего На разных Архитектурах Этот самый объект Будет состоять Из разных байтов Ну не знаю Где-то там Выравнивание Будет вмешиваться Где-то Размер целого Будет вмешиваться Где-то Просто Само представление Этих данных В памяти Будет разное То есть Мы наверное Не очень хотим Превращать В ту память Которую занимает Наш объект Непосредственно Записывать Файл Потом еще Неравненно часто Не прочтем На соседней машине Которая там Немножко другая Но тем не менее Мы можем такое хотеть Я потом скажу почему Либо Мы наверное Можем хотеть Другого Мы можем хотеть Записать в файл Объект Чтобы потом прочесть Объект Того же самого типа Из питона Допустим Записали список И прочли список Это в свою очередь Означает Что нам нужно Записывать Какие-то метаданные О том Что то что мы записываем Это именно список А не что иное Такой процесс Называется Стерилизацией В питоне Есть несколько Способов Стерилизации Один из самых Таких древних И популярных Это модуль Который называется Пик Вот Еще раз Мы будем записывать Файл Не только Содержимое Нашего объекта Но и какие-то Сведения О его структуре О его типе Тогда мы можем Оттуда прочесть Сразу объект Питоновский И с ним работать Ну например Значит Ну опять Откроем наш файл Кажется Он должен быть Открыт на байнере И теперь говорим Пикль Пикль Кажется Точка Дамп Давайте посмотрим По нему Хелп Я не помню Неизвестно Так Объект Файл Название протокола Короче Все остальное Неинтересно Пикль Точка Дамп Дамп Объект Что мы хотели Ну а допустим Он у нас живой Файл Ф Бац Записали Это был Это был Список Давайте туда запишем Еще строчку Нашу Скажем Любимую Кукуряку Давайте туда Запишем еще Я не знаю Что Что еще Можно записать Просто целое число Ну и вещественное число Все F.close Обратите внимание Что файл Нужно открыть Для таких целей Как двоичный Мне интересно А что же там лежит Так Так О, я вижу Слово Кукурику Я вижу Ну в общем Я плохо вижу Что тут лежит Вот Но как видите Как видите Это какой-то бинарный файл Размер которого Достаточно большой Да Мы явно записали туда Меньше чем 61 байт Вот Ну видимо Видимо там Среди прочего Содержатся и сведения О типе О размере И во всем остальном Раз, два, три, четыре, пять Не вижу Кукурику Вот например Я могу ошибиться Но вот это 0,5 Явно относится к длине Последующей строки Вот Короче говоря Если кому очень интересно Можно посмотреть В каком формате Питон это делает Нам Собственно важно Совсем не это А тот факт Что если мы сделаем Теперь вот так И f равняется Open Вот этот наш файл OOO Как Read binary Binary То мы теперь Оттуда Можем читать Объекты Смотрите Допустим O Равняется Pickle Точка Mn Сейчас я вспомню Lod Тупо Lod А Из какого файла О Узнаете Это был первый объект Который мы туда записали А это второй А это третий А это четвертый А это все Вот То есть Наша сериализация Гарантирует нам Что мы записываем В файл Не просто какие-то данные А питонные объекты И потом читаем Оттуда питонные объекты Опять же Почитайте документацию По модулю Pickle И вы увидите Что Записывать можно Даже Ваши собственные Сериализовать можно Даже ваш собственный класс Вот Правда Конструктор вашего То есть Объекты вашего класса Можно сериализовать Но при этом Конструктор вашего класса Должен присутствовать В namespace Чтобы прочесть И чтобы он создал Ну да Чтобы он запустил Конструктор Вот Тем не менее Даже такое можно сделать Вот Что еще про этот Pickle Рассказать Да собственно Наверное ничего Вот Такого особенного Тут видите Много Каких-то Каких-то Дополнительных флажков Которых я ничего не понимаю Вот Ну разве что вы можете Разве что вы можете На самом деле Делать Дамп Не в файл А в строку Вы можете написать Так Pickle Это он Ну поверьте мне Ну вот наверное Вот это Скажем Вот это число 3 А вот это число 56 Между прочим Ну вот Такого примерно Смысла Ну вот Чем хороши Еще стерилизованные Объекты Их например Можно передавать По сети Да Потом Растерилизовывать На другом конце И продолжать Снимироваться Почему я тут Вспомнил Про сеть Я про сеть Вспомнил Вот по какой причине У нас Совершенно Непонятно И вот Мы сейчас С этим Столкнемся Совершенно Непонятно Что делать С Любыми Числовыми данными Которые лежат в памяти На разных архитектурах Потому что Если вы помните Порядок байтов На разных архитектурах Может быть разным Ага Не все Не все это помнят Из курса ассемблера Endiness Так называемый Ага Ну тогда ладно Тогда мы значит Сейчас к следующей теме Перейдем И как раз Про нее и поговорим Так Значит с пиклями Давайте посмотрим Что еще может быть Про пикль Что может быть Еще про пикль Возможно ничего А ну вот видите Тут есть прям Грозное предупреждение Что Модуль пикль Не задизайнен Для того Чтобы проверять Правильность Вводных данных То есть вы можете Взять мусор Написать его в файл И пытаться его запиклить Обратно в питоне И получите кашу Вот В лучшем случае Так что имейте в виду Что это небезопасно В принципе Если вы заглянете В тюториал Это у нас тюториал Если вы заглянете В тюториал То рядом с пиклем Что Да ладно Я же сам его там видел Короче рядом с пиклем Вы можете увидеть Упоминание Допустим Превращение Питоновских Данных в JSON Вот Но по-моему Раньше в JSON Была проблема Он не умел словарить Обратите внимание Что у него Такие же точно методы Как у пикли Дамп дампс И лот лотс Да Вот Дампс Ну допустим Все тот же список Ой Правда здорово Выглядит Церилизованный список В формате JSON Он очень похож на список В формате Python И вот тут Мы начинаем понимать Что JSON Не очень хорошая штука Для церилизации Потому что Я записал туда Извините Кортеж А у меня Вылез Такой же точно Список Как и В случае списка В общем Не пользуйтесь JSON Да А словарь Туда вообще По-моему Нельзя Или множество Множество Туда вообще Нельзя загнать Так что Не пользуйтесь JSON JSON Это Не универсальный Формат хранения Вот Еще какой-то XML есть Ну короче Пикли лучше всех Казалось бы Уже в четвертый раз Мы пытаемся Закрыть тему Записи в файл Но нет Мы потрогали Одну тему И не сходили Помните какую? Что делать Если мы таки Да Хотим прочесть Из файла Последовательности Байтов Которые Прямо Последовательности Байтов Которые в точности Соответствуют Определенным типам И мы знаем Какие они типы Никакой метаинформации Никакой сериализации В файле нет Такое часто бывает Когда мы хотим Попарсить Какой-нибудь формат Например Ну не знаю ПНГшечку Давайте попарсим Вот То есть Идея стоит в том Что до нас Уже разработали Формат файлов В котором лежат Какие-то байтики И эти байтики Они иногда Не байтики Ну вот давайте Сейчас посмотрим На описание Того же ПНГ Да Вот В начале ПНГ файла Лежит Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь байтов Следующее содержимое Восемьдесят Дея Пятьдесят Четыре Ечетыре Сорок семь Ноль Д Нуля Один Нуля Вот Потом там лежат Так называемые чанки Чанки Это кусочки Это такие блоки Нашего ПНГ файла В котором Первые четыре байта Длина Следующие четыре байта Тип Дальше собственно Сам чанк И дальше еще Его контрольная сумма И таких чанков Несколько Сами чанки Типизированные Вот их типы И внутри этих чанков Опять-таки лежат Какие-то структурированные штуки Вот это все мы хотим Ну для начала Научиться читать Потом может быть Мы еще и писать Захотим Научиться Да Причем на питоне Для этого нам служит Модуль Который называется Стракт Сейчас мы найдем его Стракт Вот По которому Хорошо видно Приверженность гвида Любовь гвида К так называемым Птичьим языкам Мы уже видели Птичий язык Этих самых Как его Форматирование строк Да Где каждый символ Что-нибудь значит Вот То же самое Применимо И к вот этому самому Модулью стракт Идея Идея модуля стракт В следующем Вы описываете На этом самом Птичьем языке На языке Описание типов Какого типа данные Лежат в вашем файле И потом оттуда Данные этого типа читаете Вот Ну в частности Значит Давайте мы прям вот Начнем с пнгшечки Даже не знаю Что такое Нам Скачать Где-то тут была Вот Картинка Какая-нибудь попроще Ой нет Это Анимейтед пнг Ну не знаю Сейчас Секунду Что-нибудь найдем Что-нибудь попроще Ладно Сейчас мы снимем его Нет О Я знаю Я знаю Я знаю Я знаю Я знаю Возьмем И вот Вот эту пнгшечку Скачаем Что Да Да Такое бывает Вот Ну да Минус ц Только хотел сказать Выглядит как это Выглядит как Какая-то просто каша Хотя вот слово пнг В начале видно А еще есть А еще есть какой-то Ихдр А еще есть какой-то Сбит Вот А еще есть какой-то Дат-икс А в конце еще есть Какой-то Енд Смотрите Это явно Какие-то части Нашего пнг Особенно слово Пнг доставляет Вот Тут кстати В Википедии Я прочел удивительную Совершенно Аргументацию Почему заголовок Пнг Это вот эти вот Байты В 89 Это Байт У которого Знаковый бит Равен единице Поэтому если у вас 7-битная кодировка В вашей операционной системе То Всем сразу станет понятно Что файл не текст Пнг Это понятно что Это Собственно Сигнатура Дальше 0d0 Помните что такое 0d0 Это перевод строки В Досе и Виндовсе Дальше идет 1а 1а это символ Ctrl Z Это конец файла В Досе То есть если кто-то В Досе захочет Вывести этот файл На экран То он здесь Закончится Наконец 0а Это перевод строки В Линуксе И вообще В Unix системах И вот все Вот это вместе Является заголовком Пнг файла Зачем я совершенно Не представляю Но тем не менее Значит Давайте мы Попробуем Это описать На языке описания Который Который Описан Который задан В функции В языке Страх Так Ну давайте Начнем Прямо Прямо тут Значит Python 3 Import Struct F равняется Да Равняется Open Что там у нас Лого Пнг Rb Да Ну и Лого Равняется F.ry Я правильно понимаю Что же там Байтовые строки Нужны Да 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 Я правильно понимаю Байтовые строки Байтовые Отлично Вот Попробуем Значит Да Значит Что мы делаем Мы описываем На этом языке Некие структуры Потом вызываем Функцию Скажем Unpack И она нам Вынимает Из Вот этого Из этого Байтовой строки Вынимает Описанные нами Объекты Первый объект Это Байт Где там У нас Вот Байт Который должен Будет равен Один байт Давайте попробуем Посмотрим Как описать Один байт Чар А нет Б Сигнант чар Во Б Окей Значит Стракт Точка Unpack Б Ф Что там у нас Лого А А Вот Минус 119 Это правда оно Вот этот самый 81 Который там В начале Да Вот этот 89 Это правда Минус 119 Вот Ну давайте мы попробуем Вот Вот сейчас давайте Давайте сделаем Вот так вот С Вот видите Это правда 119 Окей Значит Следующая У нас Строка Длиной В три Символа ПНГ Как описывается Строка Длиной В три Символа Буква С Я думаю И количество Байтс С3 Или 3 С Как вы думаете Как надо правильно писать Сейчас посмотрим Ну да Действительно Че нам Что нам стоит 3 С Ага Видали да Вот он ПНГ Прочелся Дальше У нас Еще куча Байтиков Которые нам Уже не очень Не нужны Потому что Это все Это все Какая-то Раз Это ПНГ Раз Два Три Четыре Четыре Байта Которые нам Просто прочесть Ну давайте Просто их прочтем Значит 4S Еще 4 байта 4 Как Обычных Байта Не символа Это у нас Крутим 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 Ну допустим Просто C Нет Просто B 8 Прочитали Да Значит у нас Первый знаковый Мы просто хотели Убедиться в том Что он знаковый Дальше Строка из трех букв В ПНГ И дальше у нас Дальше у нас Четыре каких-то байта Ну понятно Перевод Ну давайте Давайте что ли Убедимся Что это Хотя нет Мы и так знаем Что это такое Вот После чего По идее Должен идти Пресловутый Чанг Давайте посмотрим Формат Чанга Чанг Чанг Начинается С 4 байта Длина 4 байта Тип Это строка Мы сейчас Увидим Это Ну давайте Посмотрим Значит Окей Это начиная С 8 Да 4 байта Длина Это у нас В нашем Формате 4 байтовое число Отцин Инт Просто И Да Вот оно Значит И И 4 байта Строка 4s Лого Начиная С 8 И заканчивая Сколько это будет 8 плюс 8 16 Кажется так Что-то Моговато А тут Все хорошо Смотрите Тип Нашего Заголовка И ХДРы А вот Вот это 4 байта Вот это Мне не Устраивает Совершенно Это Сколько Получается 218 Мегабайтов А там Написано В формате Что это Строка Что я Делаю Не так Какая-то Фигня Давайте Знаете Что сделаем Давайте Мы сделаем Вот так Вот Size Запятая Type Нет Тып Равняется Вот этой Штуке Тып у нас Значит Прочелся Хорошо А size У нас Прочелся Как-то Странно А И тут Мы упираемся В еще Одну Проблему Которая Нас Будет Всегда Преследовать Если Мы хотим Хранить Просто Байты Соответствующие Просто Нашим Данам Из памяти Просто Файл А в какой Последовательности Эти самые Байты Коих Четыре Штуки На одно Целое Должны Лежать В этом Файле А фиг Его знает На разных Архитектурах По-разному Для начала В какой Последователь Лежат Байты Сначала Старший Байт Потом Младший Или Сначала Младший Потом Старший Биг Энзен Или Литл Энзен Зависит От А еще Есть Архитектуры В которых Сначала Лежит Младшее Полуслово А потом Старшее Полуслово То есть Все В обратном Порядке Понимаете Вот Это Еще Еще раз Мы точно Знаем Что у нас Здесь Лежит Здесь Лежит Целое Число Вот это Вот И Это означает Целое Четырехбайт Unsigned Инт Число Шикарно Но мы Должны Знать В каком Порядке Оно Там Лежит Окей Давайте Почитаем Документацию По ПНГ В каком Порядке Оно Там Лежит Я думаю Что там Биг Энзен Потому что Это Нетворк График А Биг Дам Посмотрим Слушайте Мы сразу Все увидим Да Вот Это Биг Энзен Видите У него Младший Байт В самом Конце Не в самом Начале Как В письюках А в самом Конце Так называемый Сетевой Формат Представления Д Ноль 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 И потом Только Д Значит Мы Когда Ее Парсим Должны Указать Что Наш Эндин Вот Это Где Это Видимо С самого Начала Пробуем Во Это Совсем Другое Дело Так Всем Нужны Пояснения Что Сейчас Произошло В смысле Не Нужны Мы Когда Работаем С Представлением Наших Данных В памяти Должны Учитывать Тот Факт В каком Виде Они Лежат В памяти И в каком Виде Они Лежат В файле В частности В PNG По умолчанию Всегда Используется Формат Так Назваемый Big Эндин Когда Наше Число Четырехбайтовое Вот Это В самом Файле Лежит Как Старший Байт Ну Старшее Полуслово За ним Младшее Полуслово И внутри Полуслова Сначала Лежит Старший Байт Этого Самого Полуслова Потом Младший Байт То В результате В нашем Числе Которое Всего Лишь 13 Младший Байт В самом Конце Этот Формат Big Эндин Не соответствует Тому Что используется Ну скажем В компьютерах PC В IBM PC Где Наоборот У нас В памяти Все лежит По другому Поэтому Когда мы Прочитали Из файла Не указав Ему Что Что там Используется Big Эндин Мы использовали По умолчанию Little Эндин И получили Вот такое Число Видите Где у нас D оказалось Вот Вот такая штука Окей Значит 13 Шикарно Теперь мы Что можем Сделать Мы можем Смотреть дальше Итак у нас Итак у нас Где тут Должно быть 13 байтов Вот этого Нашего Заголовка И 4 байта Окончание Окей Значит Давайте Скажем ему Типа Хедры Равняется Лого Собственно Откуда 8 плюс 13 Да Нет Мы Мы к сожалению Здесь не можем А можем Почему Можем Прям так Написать Да Хорошо А у нас есть BytString Понятие Здесь А он Прямо там Будет Окей Значит 13 С Это у нас Будет 13 С Это у нас Будет Наши Хедры И Еще 4 И Просто И Это у нас Будет Чек сумма При этом Вот этот 13 С Должен приехать У нас В И Хедры Мы Его Еще Попарсим Сейчас И Контрольная Сумма Это ЦРЦ Единственное Что мы Теперь Должны Скать От 8 До 16 От 8 До Скольких Еще Плюс Ага 25 Нет 25 Плюс 8 33 Так Нет 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 Он С самого Начала Задает NDS Если Мне Не Изменяет Память Давайте Посмотрим Это В самом Начале Дается Спецификатор First Charakter Предполагается Что Внутри Памяти Bythoder Не Меняется Понимаете Это Большая Редкость Когда Так Случается Хотя Наверное Может Быть Если Данные С разных Мест Получены Хорошо И Ходры Ну Что-то Такое В этом Ходры Лежит Сейчас Мы Его Тоже Попарсим Вот Кстати Сказать Давайте Мы Еще Посмотрим Что Там В Неркчанке Лежит Struct Unpacked Убедимся Что Мы Правильно Померили 33 Нет Что Там Лого 33 Да Сколько 33 Плюс 8 33 Плюс 8 Мне Лень Складывать Извините Вот Смотрите И правда Там Начинается Следующий Чанк Который Называется Sbit Ну Мы Пока Туда Не Посмотрим А давайте Попарсим 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 Наши Ходеры От Него Тоже Есть Описание Смотрите Где Оно Тут И Ходеры 4 Байта Ширина Символа Картинки 4 Байта Высота Картинки 1 Байт Глубина Резкости Глубина Цветности 1 Байт Тип Цветового Пространства Не знаю Что это Такой 1 байт Тип Компрессии И 1 байт Тип Фильтрации Еще 1 байт Тип Чересрочности Окей Значит Давайте Всего Померим Сколько 4 4 Ширина И дальше Все по Байту Очень Очень Хорошо 1 2 3 4 5 Еще 5 Таких 4 4 Это Да Очень Хорошо Давайте Попарсим Итак Struct Unpack Unpack Мы уже Ученые Мы теперь Знаем Что там Бигэнзен Да Ширина Высота И у нас 1 2 3 4 5 5 Чего B Наверное Да Ну Пускай Будет Беззнак Ну Да Естественно Что мы Хотим И ХДРВ Во 136 Ширина 32 Высота 8 Бит На Пиксель У нас 6 Чего там 6 8 Бит На Пиксель 6 Color Type Не знаю Что это Такое Compression 0 Видимо Никакой Вот Фильтр 0 И Interlace 0 Шикарно Кстати Давайте Проверим Так Ли Это Ой В общем Дальше Дальнейшее Как бы Можно Не продолжать Я думаю Вы понимаете О чем Дет Речь Значит Недостатки Недостатки Единственный Недостаток Модуля Struct Состоит В том Что мы Не можем Прочесть Распарсить Таким образом Строку Переменной Длины Когда мы Заранее Не знаем Какой она Длина Вот То есть Ну Понятно Да То есть Нам придется Как-то Сначала Определять Какой Длины Будет Строка И потом Только Формировать Соответствующий Unpack Последовательность Для Этого Самого Для Стракта И Unpack Распаковываться Вот Значит Как видите Борьба С Эндин Это довольно Мутная Штука И на разных Архитектурах Эта муть Может быть Разного Оттенка Поэтому Крепитесь Но С другой С Про Тот Ж ПНГ Например Точно Известно Что В нем Бигензин Используется Козировка И только В смысле Порядок Байтов И только Он Поэтому Мы всегда Знаем Как его Распарсить При этом На нашей Архитектуре Вот В каком Порядке Байты Лежат Вот В этом Объекте Size Это уже Не очень Важно В правильном Вот Там будут Правильные Целые Числи Такие Дела Что это было Уйди против Нетворк Бигензин Ну вот Что еще Умеет Что еще Умеет Выковыривать Оттуда Выковыривать Оттуда Модуль Страх Вот Такого Разного Типа Данные В частности Типа Флот Типа Дабл Даже Какой-то Водит Звездочка Непонятно Зачем Там Нужный Вот В общем Худо-бедно С помощью Этой Штуки Вы можете Превратить В Питоновское Представление Содержимое Бинарного Файла Или Бинарной Строки Вот И наоборот Записать Вот Туда У нас Есть Помимо Unpack Есть Еще Pack Да Вот Можете Сказать Вот Так Вот Не знаю Да Смотрите А что если Мы хотим Я правда Не помню Не помню Получится у меня Или нет Давайте попробуем Смотрите Что если Мы хотим Хранить В файле Какие-то Объекты В большом Количестве С эффективным Способом Доступа До них Помните Мы говорили Файл С точки зрения Большинства Операционных Систем Да всех Операционных Систем Так уж Он задуман Это такая Ленточка И для того Чтобы найти Что-то В файле Весь этот Файл Нужно Проживать От начала До конца Было бы С одной Стороны Разумно А с другой Стороны Непонятно Как Организовывать Файл Ну скажем Как словарь Помните Зачем Чтобы быстрый поиск По ним совершать Мы когда Ищем в словаре Мы по ключу Ищем быстрее Чем в Чем в списке Просто по значению Вот Одно дело Когда все это лежит В памяти Совершенно другое дело Когда это болтается Где-то на диске Но Мы с вами знаем Что организация Данных В виде таблицы С ключом Который используется Допустим В системах управления Базами данных В действительности Примерно так и работает Доступ по ключу Это сразу Позиционирование Нашей Считывающей системы В то место Где лежит Нужный Объект И считывание Этого объекта Вот То есть Фактически Фактически Себя Фактически Себя База данных Ведет примерно Так же Как питомовский Словарик У нее доступ К элементу По ключу Гораздо более Эффективнее Чем обычный Поиск Вот Что наводит Нас на мысль Что мы Наверное Можем Можем Взять Попробовать Я не уверен Что это заработает Потому что Нужный модуль Надо поставить Ну давайте попробуем Давайте Почитаем По нему Help Для начала Короче говоря Попробовать Попробовать Открыть файл Не как файл А как Специальную Базу данных Вот Которая Будет Лежать В файле Вот И там Внутри Достаточно Эффективно Организовать Хранение И за нас Это сделает Питон Точнее Не питон А вот Пресловутый Модуль Дбм Давайте Попробуем Дбм Точка Open Дмб Точка Open Ну файл Какой-нибудь Я не знаю Там О Точка Дб Че ему Там Надо С Это Что Create Да Во Create If Doesn't Exist Отлично И Что Можно Сделать А А там К нему Можно Обращаться Прям Как Словарю Да Ну-ка Давай Посмотрим Точно Смотрите Теперь Мы Прям Обращаемся К Этой Штуке Как Словарю Она Все Это Засовывает Файл Пробуем Да А Кстати Кроме Строчек Туда Можно Что-нибудь Записывать Нет Ничего Они Только Строковые Ну Хотя Строковые Тоже Интересно Кейс Кейс Ну Вот У него Есть Например Get Видите Он повернул Known Да Точно Так Как Это Словарь Делает Ну Или Не Known А То Что Мы То Что Ему Скажем Вот А С другой Стороны Как Бы Когда Есть Что Нужно Вернуть Он Возвращает Короче Говоря Интерфейс Похожий На Словарь Но При Этом Это Все Лежит В Базе Данных Сейчас Мы Попробуем Закрыть И Сказать Ему О Точка ДБ О Обратите Внимание Жонка Здоровая Она Вся Пустая Там Целый Большой Блок Короче А Вся Наши Данные Вон В конце Лежат А Нет Извините Это Ключи Да Вот Соответственно Соответственно Как именно Эффективно Все это там Хранится Нас не волнует Идея состоит В том Что доступ По ключу К соответствующему Объекту Существенно Более быстрая Штука Чем Поиск По файлу Туда-сюда Вот Ну и Тот факт Что нам Выдается Удобный способ Удобный способ Работы С Этим файлом Как со словарем Тоже Много стоит Да Давайте еще раз Ф Равняется Равняется Open Нет Ф Равняется DBM Точка Open O Точка DB На Чтение Допустим Вот они Мы правда Записать туда Ничего не сможем Потому что Мы открыли На чтение Ну открыли Открыли Что делать Надо было На чтение Записи открывать Вот Ну короче Вот такая идея У этого Самого Модуля Есть несколько Разных Бэкэндов Вот То есть Какого формата База данных Там будет С той стороны Это в общем Не очень важно Видите Есть GDBM NDBM DUMB Тупой Вариант DUMB Ну в общем Вот Это в том случае Если на той машине На которой вы Это работаете Где-то вообще Ничего Никаких Никаких Бэкэндв Для База данных Тогда придется С этим работать Тут где-то Она меня посылала Еще Во Shelf Наконец Последнее Если вам Нужно хранить Не строки А какие-то Какие-то Объекты Питона И при этом Хранить То есть С одной стороны Такая стерилизация А с другой стороны Эти объекты Питона Хорошо бы хранить В индексированном виде Чтобы доступ К ним был быстрый Надо использовать Модуль Shelf Но тут я уже Ничего не скажу Я просто Не пользовался Никогда в жизни Ватс Хотя тут Смотрите Все как-то Очень просто Давайте попробуем Время есть Так Что они просят Они говорят Просто открыть Файлнэйм Ну еще Хорошо А вот давайте Сначала Почитаем Help Вот Shelf Точка Open Могу Я накрывать На создание Да Флаг С по умолчанию То есть По умолчанию Он создает Отлично Хорошо F равняется Shelf Точка Open А вот Точка Shelf Шмяк Я думаю Что сейчас Будет все То же самое F1 Равняется Нулю Нет Только Строчки Окей Ну вообще Шикарно Мы можем Хранить Что хотим Здесь Множество Да Надо было написать Что это множество Да Ну ладно Здесь написать Что это Кортеж Она даже Видите Вместо того Чтобы писать Список Как модуль Как модуль Этот самый ДБ Она прям Киевью Выдает То есть Последовательность Которая Вычислимая А не Хранимая А не Она и так Знает Какие там Эти самые Ключи Она к ним Может сходить Ну можем Вот так вот сказать Листы Листы Ну короче Вот Вот вам пожалуйста Давайте посмотрим Как она Ну я думаю Что устроена Примерно так же Нет Давайте сначала Посмотрим Размер Тоже видите Немалый Что-то они похуже Да Вам не кажется Видимо Один и тот же Формат хранения Используется Один и тот же Формат базы данных Да И точно Узнаете Вот эти Фы-фы-фы Только вот здесь Вот наша Наша запись Более хитрая Ватс Короче говоря Это такой гибрид Между Между Маршалом И Ну Сирилизацией Нашим Пиклом Да И хранение В базе данных Вот И вот теперь Я надеюсь Можно уже Закончить разговор Про работу Питона С файлами Потому что Мы вроде бы Потыкали Во все Возможные Варианты Мы только Не потыкали В вариант Работы Питона С файлами Определенного Типа Коих В питоновских Модулях В питоновских Модулях Там Бесконечно Много Например К тому же По нг Наверняка Есть Не один А много Питоньих Интерфейсов Прямо Сразу Питоньих Не надо Ничего Моделировать С помощью Стракта Но это Отдельная Тема Она Пока Не входит В наше Рассмотрение У нас Осталось Немножко Времени Кто-нибудь Если хочет Может задать Вопросы Значит Сначала По теме Про файлы Все уже Уснули Понятно Тогда Вопрос Про экзамен Экзамен Внезапно У нас Поставлен Аж на 16 января Надеюсь Это никого Не напрягает Что формально Он 16 января Вот Не слышу Непротестующих Криков Нерадостных Ну хорошо Значит В следующий раз Я очень надеюсь К следующему К следующей пятнице Что я проверю Все домашки И у меня будет Некий черновой вариант Как бы Кому сколько Выходит автомат Ну значит Будет зачет Я знаю Зачет на неделю А Будет ли какая-нибудь Лекция Ну слушайте Финальную лекцию Наверное Стоит сделать Мы что-нибудь Расскажем А Надо не забыть Эту аудиторию Заказать На самом деле Или нет Надо короче Поговорить Не исключено Что эту аудиторию Нужно заказать Значит Самого по себе Зачета В следующий раз Не будет У нас Напоминаю Экзамен Поставлен на 16 Вот Но Возможно Большую часть Времени Уйдет на Простановку Этих Автоматов С которыми Люди согласятся Вот Значит Давайте на этот счет Немножко поговорим Итак У нас есть Наш Еджадж Вот В котором Есть какие-то решения Решений Это очень много У нас Зарегистрированных людей Там что-то около 500 человек Зарегистрировано 500 человек Все ли выполнили Мой наказ И вписали В Почти никто По-моему Как я вас буду Отличать Там История такая Одно время Это было сделать нельзя Давайте Вот Вам домашнее задание На сегодня Будьте добры Все-таки Отредактируйте Там вот На второй Или на третьей лекции Есть Я еще Видимо В план Сегодняшней лекции Впишу Там есть Рекомендации Как поменять себе Поле Нейм В это поле Нейм Нужно вписать группу Не только имя Но и группу По умолчанию Он совпадает С логином А должно быть Там кто вы И какая группа Вот Его нельзя было Поменять Когда я закрыл Регистрацию Как выяснилось Возможность Поменять себе Имя Совпадает С возможностью Зарегистрироваться Почему не знаю Не спрашивайте у меня Вот По-моему Я регистрацию Теперь открыл Если не открыл Значит сегодня Открою И наша задача До следующей пятницы Нет За выходные Потому что Я еще проверять буду Наша задача За выходные Наиджадж Идентифицироваться Чтобы не получилось так Что вот Мой пароль такой В принципе Утверждение Мой пароль такой Это тоже годится Вы должны только Принести какое-то Подтверждение Что это именно вы Я даже не знаю какое А я знаю Если вы не меняли себе пароль Значит вы должны Показать пароль Если вы меняли себе пароль То я его не вижу Если не меняли То он есть Вот Езжали Даже те кто Из вас Кто не менял себе пароль Может просто Его показать Вот Значит Что еще Про автомат Значит Там в дело Вступает робот Робот Будет выявлять Копипасту На простых задачах Самых первых Копипаста стопроцентная Потому что На самом деле Это не копипаста Это просто Ну Трудно Трудно одну программу Отличить от другой Вот На каких-то задачах Будут ложные срабатывания Пожалуйста Не обижайтесь на робота Он тоже человек Вот Главный Главная фишка Выявления копипаста Это выявление Постоянных кластеров Людей Которые постоянно Сдают похожие задачи Вот если люди Постоянно сдают Похожие задачи Скорее всего Автор один Вот В прошлом году Я Тому, кто первый Сдал задачу Ставил нормальную оценку А тому, кто Не первый сдал задачу Оценку снижал До единички С четверки До единички Там выставляется Либо 4 балла Либо 2 Либо 1 Вот В этом году Я еще не знаю Может быть Не будем выяснять Кто первый сдал Всем ставить единичку Вот Соответственно На эти данные Я потом гляжу глазами И смотрю Вот выявляю Вот эти самые Кластеры Списавших Если там какие-то Единичные случаи Они не считаются Но с другой стороны Если случай единичный То есть Если ваше решение Случайно совпало С чьим-то решением То да Вы получите На 3 балла меньше Но если вы Все задачки сделали Вы все равно пройдете На 5 Значит Примерный расклад оценок 2 трети задачи сделана Тройка 3 четверти задачи Или там чуть больше Четверка Еще больше пятерка Я не помню точно сколько Это я все напишу 2 трети надо сделать Не так Не 2 трети задачи сделаны А в 2 трети Возможных баллов набрано Извините Ну потому что Если вы сделали с опозданием Вам ставится Значит С опозданием На неделю 2 балла вместо 4 На 2 недели И больше 1 балл вместо 4 Вот Все кто не согласен С оценкой Выданной роботом Могут ее Оспорить на экзамене И при этом На экзамене Вы можете получить На 1 балл больше Или на 1 балл меньше Или без изменений У вас есть шанс Ну все продолбать На экзамене Не все Да 1 балл продолбать На экзамене Вот У вас есть шанс Наверстать 1 балл На экзамене И у вас есть шанс Показать себя Ну Ничего не изменить Короче Вот Как будет проходить экзамен Я еще решу Это будет зависеть от того Сколько нас будет Например Если нас будет довольно много То вместо экзамена Мы устроим специальную олимпиаду То есть будем решать Непростые задачки Одну там непростую задачку Вот